Приветствуем, друзья! Смотрите холодильные новости за понедельник, 4 сентября 2023 года, на нашем канале. Открыта регистрация на пятую холодильную конференцию. Холодильное оборудование планируют производить в новой АЭС Ростовская. Полуприцеп-рефрижератор от Гранвулт на Комтренс 2023. Краболовки Дон приступил к ходовым испытаниям. Кондитерская фабрика появится в городском округе Ступино. Ледовую арену за 130 миллионов рублей хотят построить в Саратовской области. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость сегодня. Открыта регистрация на пятую холодильную конференцию. Росеус Холодпром и портал «Холодильная индустрия» приглашают потребителей промышленности холода принять участие в пятой ежегодной конференции «КВОД» «Холодильная индустрия» – эффективное решение для пищевой и перерабатывающей промышленности «КВОД», которое состоится 12 октября 2023 года в ЦВК «ИКВОД» экспоцентре «КВОД» в. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. Холодильное оборудование планируют производить в новое АЭС «Ростовское». Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Ростовское» одобрено на заседании «Межведомственная рабочая группа по вопросам создания АЭС» и «ТОР» в моногородах, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ полномочного представителя президента РФ в ДФ. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. Полуприцеп-рефрижератор от «Гранвулт» на «Комтренс-2023». Калининградский бренд «Гранвулт» – один из лидеров отечественного рынка полуприцепов – представит два флагмана своей магистральной линейки. Абсолютной премьерой выставки «Комтренс-2023» станет полуприцеп-рефрижератор «Гранвулт» «ЖРРФ». Эта модель, уже запущена в серийное производство около полугода назад, портфель заказа. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Четвертая новость сегодня. Краболов Кидон приступил к ходовым испытаниям. Второй хабаровский краболов Кидон приступил к ходовым испытаниям. Строительство судов проекта 031-41 ведется в рамках государственной программы «Квоты подкиль», контракты на строительство которых были подписаны в январе 2020 года с компанией ООО «Макси Интернешнл». Прежде такие суда «Хабаровский судостроитель». Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Пятая новость сегодня. Кондитерская фабрика появится в городском округе Ступино. В городском округе Ступино начали возводить производственно-складское предприятие пищевой промышленности. Разрешение на строительство, выданное Министерством жилищной политики Московской области. Застройщик ООО «Здравушка», технический заказчик Виктор Ланков. Инвестиции составят порядка 38 миллионов рублей, СОС. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Шестая новость сегодня. Ледовую арену за 130 миллионов рублей хотят построить в Саратовской области. В Затосветлой Саратовской области планируется строительство ледовой арены. ГКУ, ИСО, Управление капитального строительства, объявило тендер соответствующей работы на сайте госокупок. Работы по строительству ледовой арены оценили в 130 миллионов рублей. Их нужно выполнить с момента заключения КО. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Обсуждайте новости и обращайтесь за помощью к специалистам по холодильному оборудованию в наших группах. Ссылки внизу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok